добрый день друзья каждому по приветику из январского новогоднего петербурга наступил 2023 год потихонечку мы с вами вошли в него январские дни еще выходные это такое ощущение расслабленности уже кто-то вышел на работу кто-то еще нет но чувствуется что в городе выходные меньше машин меньше людей все гуляют с детками в центре как всегда больше людей кто решил прогуляться в центре едут из спальных районов гуляют там конечно всегда много людей потому что проводится много мероприятий ярмарки какие-то выступления опять же горки катки ну вообще город видно что еще выходные кто-то вышел на работу уже кто-то нет по-разному спасибо вам огромные ребята за все добрые пожелания приятные все прочитала ваши комментарии спасибо что вы нашли время предновогодней суете зайти на мой канал посмотреть видео пожелать разные приятные моменты постаралась всем ответить я вам тоже желаю в новом году всего самого хорошего и доброго столько хороших и теплых слов у меня написали очень приятно и комплименты и пожелания и удачи и каналу пожеланий ребят спасибо огромное взаимно все хорошие добрые радостные теплые уютные пожелания ребята все взаимно у нас сегодня легкий снежок минус 4 дальше обещают до вечера минус 8 завтра обещают минус 8 минус 10 потом послезавтра позже позже до минус 15 это обещали до минус 20 но чем ближе этот день пишут до минус 15 уже так что посмотрим как у нас будет с погодой на сегодня минус 4 пока поэтому легкий снежок и комфортно сейчас покажу где мы с вами находимся как-то еще не перестроились на рабочий лад хотя уже мы вышли на работу но у нас такие дни знаете до 8 числа где надо работаем где надо не работаем какой день какой день захотели остались дома видите с ватрушками у нас новый год в петербурге прошел в общем то как обычно немножко поспокойнее чем раньше так скажу магазинах людей было очень много 30 числа вот эти особенно большие супермаркеты там лента окей машан перекресток огромные супер гипермаркеты мимо проезжаешь стоянки там же такие огромные стоянки стоянки все забиты почистую негде поставить машину мы 30 едем стоянки все забиты я там забегала на минуточку в магазин не нужно было затем на следующий день 31 идем мимо тоже забиты все негде машину поставить смеялись они на нас со вчерашнего не уходили и 30 31 ну что люди знаете конечно такая история что вот плохо живем зато как праздники тачки полный продуктов и все покупают и продукты и подарки и это хорошо и это хорошо ребят значит не так все плохо если столько машин у нас на дорогах тоже хорошо значит люди могут позволить себе машину могут позволить себе две машины в семье по-разному это наоборот все радует 31 числа ночью конечно были салюты я вам чуть-чуть показала только а так можно до 4 утра было стоять возле окна не входить и смотреть эти салюты у нас в организации 30 числа был корпоратив нашим офисом директор заказал в кафе столики уютно хорошо посидели 31 мы еще работали каждый на своем участке кому нужно было дела заканчивать мы еще выезжали на объект и полдня потом мы позвонили всем своим родным близким любимым и друзьям родителям позвонили со всеми поговорили всех поздравили и нам звонили затем еще заехали за подарками 31 числа захожу в торговый центр люди гуляют тоже покупают уже это было где-то часов пять вечера мы с пол пятого я тоже там купила что нужно быстренько и уже в 6 часов мы были дома конечно мы тоже готовили салаты обязательно у нас на новый год на столе шуба на новый год на столе оливье крабовый это обязательно ну и дальше уже там по желанию курочка котлеты нарезки что еще яйца фаршированные все что мы любим что наша семья любит то мы всегда на новый год и делаем я как без особого фанатизма тортик купили сейчас такой огромный выбор нам понравилась фирма уже давно мирель по моему называется надо мирель там три шоколада у них вот этот тортик вкусный очень потом черничное молоко там еще что-то клубничное уже не помню вот такие мы берем где больше суфле чем чем коржей такие тоненькие коржи сверху суфле внутри шоколада очень вкусно там конечно меньше суфле но он сам по себе вкусно и все и классно дома так тоже семьей уютно посидели посмотрели салюты посмотрели никуда не выходили в ночь потому что в петербурге ребят ходить и ехать в центр во первых он весь перекрыт чтобы на автомобиле ехать это нужно добираться только общественным транспортом или метро и в новогоднюю ночь всегда очень много людей на невском пешеходный пешеходный становится проспект и очень много людей на любителя я вот такую толпу не люблю тем более кто-то пытается хлопушку кто-то пытается выстрелить петардой кто-то чего-то там ну сами понимаете толпа людей поэтому лучше мне кажется в центре гулять вот именно уже или до 31 или когда детки на каникулах уже там 3 4 5 вот можно поехать погулять с семьей или сами погулять в центре там же работают и ярмарки и катки и разные мероприятия все это есть 1 числа нас пригласили друзья к себе на дачу уже после обеда где-то в обед мы проснулись опять покушали и поехали на дачу но там так тоже уютно посидели мясо жарили на улице дача со всеми удобствами где-то километров не знаю 40 может от петербурга и все эти дни второе так никуда не охота выходить уже было до несколько дней так дома в тепле в уюте вкусняшки и все замечательно и так мы плавно вошли в новый год вместе с вами ездили в центр по делам я вам видео показала еще сама такая расслабленная ничего ничего знаете как да и сейчас никакой пока такой суеты рабочий нет поэтому все спокойно еще до 8 в общем-то выходные считаются смотрю собачками гуляет так что ребят надеюсь у вас тоже новый год прошел хорошо семейная атмосфере приятных моментах и пусть он так и продолжается мы находимся на комендантском проспекте впереди у нас торговый центр атмосферы вот там полукруг видите атмосфера мы с ней с вами были там и через дорогу метро комендантский проспект но идти туда конечно не близко в основном тут мне кажется вот транспорт идет две остановки две-три остановки можно проехать комендантский показываю ребята вы мне писали что у вас здесь живут дети родственники вам приятно посмотреть здесь вот заканчиваются дома постарше а там комендантский 39 вот справа мы стоим корпус один вот этот дом комендантский тридцать девять вот там дворы постарше и вообще здесь все дома вот эти постарше те что ближе к метро а когда мы опять круг вам это дело видите дворы постарше а напротив уже вот сейчас вот там впереди вы видите это уже новый микрорайон там у нас жека на комендантском там у нас чистое небо все там яркие дома мы там тоже бываем часто с вами проезжаем там сдаются квартиры и продаются квартиры на район не нравится конечно вот там дальше он густо заселён новостройки квартиру там можно снять ну студию за 20 одну сачку 2225 такие где-то цены купить ну наверно в районе однушечку 6 миллионов и выше студии в районе 5 миллионов и выше ну цены поднялись нас плавно идет снег видите так медленно медленно снежок идет минус 4 что у нас еще новогоднюю ночь салюты были магазины все были полны людей и ассортимента и товара значит новогоднюю ночь в новости если вы смотрели вы видели что на дворцовой опять было много людей и на невском много людей и даже задержание были по проверке документов приезжих и затем вот этот случай что ну видимо в нетрезвом виде конечно же какой-то мужчина решил оседлать лошадь там же у нас лошадки с каретами на невском не на невском на дворцовой и вот он решил не с того ничего подошел к этой лошади она конечно на дубы и там даже есть пострадавшие но слава богу что все они уже пришли в себя эти пострадавшие мы все равно попали в больницу конечно лошадь испугалась такие мероприятия не люблю ходить к те могут быть разные неадекватные люди и неадекватные случаи я говорю эту петарду запустит то какой-то там мы пытались какие-то фейерверки на дворцовой запустить но их остановили полиции же было много так у нас новогодняя ночь петербурге прошла транспорт работал что еще у нас за эти дни дворник работает ведь это отдыхает дворник работает у нас не было снега у нас новый год был плюс 5 ребята прибалтика настоящая прибалтика плюс 5 ой мы шли сначала были лужи потом вообще там где хорошо расчистили то вообще снега не было асфальт вы видели на видео там где чуть поменьше расчистили там где-то денег где вот так на клумбах был снежок было видно а сейчас все за эти дни у нас уже опять снег появился видите снежок еще и морозец начинается поэтому зима в январе у нас зима как зима посмотрим как будет дальше красиво на кустиках остались шиповник все ребята хороших вам выходных новогодних хороших каникул деткам приятных январских дней продолжаем говорить о жизни в петербурге подписывайтесь кто еще не подписался говорим обо всем мы с вами переехали из калининграда шесть лет уже живем петербурге седьмой год спасибо всем тем кто заходит каждый день он снежки играет бедка расслабленная атмосфера спасибо ребят что заходите ставите лайки пишите комментарии тишина такая здесь там улица шумная здесь тишина играет снежки класс хорошая сегодня погодка пока еще не сильные морозы все буду держать вас в курсе дела что у нас происходит где бываю все показываю все рассказываю и ребятушки встретимся в следующем видео пока 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 с новым годом наступившим каждому по приветику из прекрасного петербурга вот сегодня солнышка нет